в общем мы уже в машине икея перед нами хотим поделиться с вами своим неудовлетворение поразило всю я не помню как это было первый раз мне очень понравились работники мне не понравился все на и экзит потому что перед входом стоит такая здоровая фигня а мы еще в лифте и блин мы сели в лифте это очень удобно ходишь вот так по винту ужасное освещение вот стул который нам нужен честно посмотрите на этого человека который носит розовячки всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life нам нужны мебельные мебельные говорю обувные тумбочки нам нужны сходим еще раз вместе с вами продолжаем продолжать в каком-то спальном отделе тягаться что мы нашли офисное место отлично ищем стул за и я бы хотел найти тот стул который мы видели классный зайка но он без колесиков но она ну какая разная на просто то дерево поменять на черный ты хочешь чтобы он черный нам надо найти тот ту который ты нашла на сайте зайка подожди я тут еще не все посмотрю почему здесь термосы стоят и печенье сколько стоит термос не может быть за нет это кружки потаж это валюм какой-то найди валюм 15 тебе этот нравится но прекрасно ты видишь где-то студики которые ты сам наш вон тот розовый а вон 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 такой как у нас а а я на него внизу смотрю зачем-то на нашем 4 дырки так он взятский зай так вот наверное такой как наш просто у него другая конфигурация и сколько он стоит у него было 50 цена осталось последний шанс стала 40 10 долларов они на нас купили они его убили решили продать на 10 долларов дешевле вот стул который нам нужен и я так понимаю что розовенький и особо честно нет нет честно честно розовенький посмотрите на этого человека который носит розовые очки и розовые брейси у всех лица озарились просто счастьем каждый увидел свой стул в общем стол нашли стул у тебя такой будет да саша ты его не можешь кусать вот это только пик дырявый только розовый да не знаю мне нравится розовый но знаю как наш стол выглядит я думаю это как-то черный черный мрачный давай мы сделаем декор для стола какой-нибудь розовый купим розовый какой-нибудь клейкой бумаги и сделаем какие-нибудь кантики розы в общем со стул со стулом практически определились но только что наверное давайте вот так короче ну так я знаю что нельзя мы там где-то скажем будем брать вот такой стул выбирайте цвет кому какой нравится голосуйте в комментариях рано или поздно мы будем все равно покупать второй идем идем еще гулять мы стул не возьмем отсюда мы должны взять все вот какие это и цены и пойдем все равно догуляем мы еще все равно не осмотрели весь этот цены и для обуви короче саша голосует вот за такой 2 простой у нас почему у нас выйдет еще один 2 потому что у вас два стола два лаптопа два планшета два телефона не считая саши мама где другой стол в общем дети думают над цветом стула а мы продолжаем гулять смотреть нам еще надо обувницы зайка вот здесь есть еще твои 13 долларов сейф надо брать сейф я хочу показать интересную идею какая-то крученная мне она не нравится зай давай вернемся еще к компьютеру давай можно сколько 20 долларов стоит ну как бы это недорого с одной стороны за один кубик это и дорого и недорого а он хорошая за 140 полка красивая вон вон смотри нас показывает комбинации на этом самом телевизор стал в общем если ты хочешь да то я предлагаю вот какие-то такие маленькие хочу я просто увидел у меня какая-то идея возникла я бы хотел купить этих досок и сделать это сам не на скомбинировать так как я хочу а где доступа покупаются нигде не продают эти доски не продают все в хом-депо еду за досками и делаю все сами о здесь мы должны посмотреть то о чем я тебе говорил сбоку поставить от стола полочку типа ну вот такого вот квадратного но только не квадратный треугольник ты понял о чем я говорю помнишь я тебе говорю саша а что вот это за стенка такая смотри какая интересная перегородка это когда здесь он поставил два стола можно будет перегородить ты хочешь тумбочку купить я тебя умоляю зайки не надо нам тумбочку не-не-не-не у нас одна есть тумбочка нет нет тумбочка это не наша тема я нашел доски давай посмотрим в общем мы попали в отдел для ливенкрума короче антоша смотри твой диван диван твоей мечты у катарин есть давай запрыгивай небось а это распадывается что ли что у него столик крутится вот такую надо брать кресло дивана вот я нашел диван мечты он кожаный он с углом он со всеми делами еще триста семьдесят не к недорогой и этаж не не термантин или дерьмантин ну мне он на самом деле не очень нравится зайди почитай потому что я без очков не почитаю что у нас есть в общем это дерьмантин сделаны под хорошую кожу по качеству типа кто-то забыл человечка там не мне надо брать волосами это как-то не сад очень много всяких диванов да главное что розовенькие есть да то что я беру очень много диванов а то что он прямо смотри такой вот стоит посмотри зайка в кадре на стенку стоит такой и светится только один какой лайк везде розовая розовые подушечки подушечки и лягушечки не видел что синие вот такая софа прикольная софа с желтым матрасом надо были как мы спросили какой интересный вариант софа с креслом состыкованный без руки такой длинную фигу и при желании можно разобрать можно собрать саш ну как тебе удобно отлично а там что пошло мы там были дальше так зайти спросил у кого-то про это так короче мы куда-то вышли не туда куда нам надо мне нравится вот это панно и давайте нашла давай узнаем про шкаф а стул мы в конце заберем и как говорится выжим а найдем зайки найдем короче мы вернулись в кухню каким-то образом в общем мы нашли вот такие вот комодики обувные давай только не потеряйся такие вот эти интересные но значит белый стоит 99 вот такой коричневый 80 тонн на 3 шуфлядки и еще есть вот такие вот узкие беленькие на 4 шуфлядки 99 а за 29 он тут вы смотрите да маленький и вот такой вот антоша 29 большой на 2 и шуфлядки а маришка смотрит на сайте какие есть цвета сейчас мы будем знать мы уже в машине икея перед нами мы как бы вышли и хотим поделиться с вами своим неудовлетворением в общем я не помню как это было первый раз когда мы попали в этот магазин мне кажется мы не остались недовольными я даже не помню мы тогда купили что-то или нет белочку какую-то белочку купили как вы видели ее в общем единственное что мне понравилось это тот набор про который я сказал раньше который стоит 599 который нам привезли из польши который тогда стоил эти 5-6 долларов он стоил пять лет назад мы его здесь увидели когда сюда приехали и он стоит сегодня столько же ну и больше мне очень много чего не понравилось не понравилось не то что то что икея предлагает нет и посуду очень много которая нравится ну мне не понравился магазин да это просто если вот я перебью тебя извини по ценовой категории туда есть вещи какие-то мелочи может быть даже какие-то вещи крупные которые стоят адекватных денег которые стоят приятная такая цена да но некоторые цены ну взяты с потолка блин просто вот повешены купили и купили да мне очень не понравились работники магазина давай вот сначала я это самое мы сразу план не построили вот мы шли в магазин и зашли через выход потому что перед входом стоит такая здоровая фигня на которой написано что нельзя с собаками еще много информации двери автоматически когда мы шли мимо они не они достаточно далеко от нас потому что они как бы утоплены они закрыты эта фигня стоит люди идут вперед все на все заходили через экзиты в общем то мы туда тоже в общем ну разговариваем друг с другом как говорится шли шли пошли но это пол беды сам по себе магазин расскажите как где вы были там расскажите вот кто-то в польшу ездит как устроен магазин тут три этажа ходишь вот так по винту если ты хочешь быстро выйти ты не можешь быстро выйти тебе надо пройти весь торговый этаж всю торговую площадь причем она вся вот такими вот лабиринтами как ты не можешь не срезать никак не сократить свою дорогу ты должен пройти весь зал конечно с точки зрения продать товары чтобы ты глазами зацепился это очень удобно но с точки зрения если тебе надо быстро выйти то ты быстро не выйдешь и когда мы шли подумали например не дай бог случись пожар в этом магазине все шансов у тебя покинуть его блин очень мало теперь давай рассматривать этот вариант ужасное освещение какие-то полупотемки полумрак какой-то полупотемки я такое не люблю и очень очень невежливые работники которые не хотели не ответить или помочь в середине разговора они куда-то уходят то есть не дослушают до конца не расскажут до конца такое впечатление что им по барабану то есть они вот шатаются на ночь мы начали диван покупали в этом не очень хорошем районе ну да район так себе райончик мы зашли в магазин и он там нас чуть не обвязал и уже готов был нам там заведовал ходил варианты показываю рулетку при тарабане чтобы мы могли померить что нам там надо не надо разные а эти как-то вообще никакого начнем по порядку определились со стулом подошли к девушке 1 стоит около компьютера вторая через пол этого зала пытается посмотреть типа штрих-код его говорит это и в компьютер то вводит совсем другой стул получает в результате минут пять они это делали потом это на компьютере уже думает пойду-ка я сама схожу сходила посмотрела записала говорит блин нет ребята блин магазин нафиг гектар занимает или сколько там площади нету стоит говорит есть черный верх белый низ ну представляете вот те стулья которые увидели черная сетушка на белой ножке но нафига дети определились с черным стулом очень хотели розовый но в конце дебата решили взять чем но это не важно важно то что были в таком огромном магазине нету стула как вы торгуете чем вы торгуете ну окей вернемся мы решили там или онлайн сделать или вернуться но у нас же еще цель была тумбочки для обуви узнали где искать пошли обошли кругов нарезали нашли две тумбочки короче смотрели смотрели определились с какими-то небольшими они белые белые нам никак не подходят мы бы хотели коричневые подзываем девушку говорим есть она посмотрела да говорит есть черные коричневые но она посмотрела на ценники я без очков ценник ним мне неудобно было смотреть там это все полумрак ценник блестит мы бы и сами увидели короче ну она посмотрела сказала да и убежала типа вот и убежала нет чтобы показать как что почем хотите чем там тому же компьютеру подвести до потому что я пыталась узнать она будет черно-коричневая или просто коричневая потому что рядом стояли другие вещи черно-коричневая и этот цвет нам совсем тоже не подходит короче мы окабанели между собой пообсуждали дернули ее назад она говорит это будет вот такое черно-коричневая это нам не подходит но мы еще больше подкабанили и решили сами разобраться и посмотрели и на ценнике все-таки написано через вот такой слэш а там где она нам показала черно-коричневый написано через дефис то есть мы поняли что ей абсолютно вот по барабану купим мы это не купим хочет она нам помочь может она нам помочь короче в результате мы пошли вниз подошли обфоткали а да мы ее обфоткали согласен да и пошли вниз какому-то мену там тоже он с компьютером ну какой-то тоже персонал пристали к нему с этой фигней стул он сказал да нету есть черный с белым мы сказали не надо а когда да мы посмотрели тумбочку мы увидели что через слэш написано и мы поняли что она должна быть все-таки коричневый она там получается в трех цветах до 1 либо просто черный и когда мы с ним об этом поговорили он нам показал на компьютере что да она есть коричневая но она может недоступна в другой стороны их тоже говорит нету в магазине ну в общем ну просто цирк блин ну блин ну вот такой офигенно здоровый магазин я не понимаю люди едут в польшу там покупают и оттуда привозят представляешь такой едешь в польшу блин зачем-то да допустим ты заранее заказал но если ты увидел то что тебе нравится и его нету вернись через три дня из беларуси в польшу короче мы в легком шуте от этого магазина и в результате мы сделали заказ с этим мужчиной он нам заказал две тумбочки коричневых заказал черный стул сказал что это все приедет в понедельник сегодня четверг и доставка 999 в общем по ходу они зарабатывают на доставке ну в общем поразило все поразил сам магазин он очень неудобно я считаю то что тебе надо пройти зигзагами целый этаж чтоб попасть на другой или все этажи чтоб встретила на 1 попасть а мы еще в лифт сели блин но и сели в лифт на втором этаже нажали первое третье не а на 3 подожди ну мы тогда доехали до 2 потом со второго нас вызвали опять на 3 на 3 села компания и мы короче встретить три-четыре раза маринка жала блин на кнопку чтоб уехать на 1 он просто стоял тупил по итогу первая сдавать компания они решили выйти в любом подожди подожди сначала он тупил потом он нас завез на 2 потом со второго нас снова вызвали на 3 на третьем двери открылись и там стояли желающие зайти с тачками но нас было человек восемь нас пятеро и тех пятеро нас человек 10 было мы поулыбались те люди решили что не едут мы нажали на 1 лифт закрылся постоял мы нажали еще раз он еще постоял мы нажали нажали да а кнопку нажимаешь она загорается и гаснет загорается и гаснет потом он открылся вышли пассажиры которые сели к нам но мы же типа хотим уехать мы еще раз нажали постояли еще вышли и пошли пешочки сделали круг по третьему этажу сделали круг по второму этажу да мы поставим дизлайк у них стоят такие кнопки типа как ты доволен посещением магазина я сделал самый недовольный дизлайк типа рад немножко рад типа нормально и дизлайк в общем хотя я жуткий так сказать приверженец ходьбы по лестницам потому что чем вот так кружить блин уже мы устали мы хотели просто спуститься на первый этаж и быстро уйти не просто не просто ну как будто они специально прогоняют через весь этот этаж через все товары что ты посмотрел понимаешь мне нравится вот эти апартаменты которые справа слива не в такой зелье не прямо у тупают да посмотри так здорово это это разыгравшийся приступ медведи идея которая находится в городе карсон полный отстой мне никогда не нравилось когда люди говорят типа такие знаете с пренебрежением а типа это икея мебель языке и типа это шило-мыло да там конечно скажем так бюджетная мебель по дорогим ценам ну можно купить вот мы тумбочки подобрали они получаются одна тумбочка 30 долларов мы их покажем потом как они у нас дома в принципе ну короче за 60 долларов я бы ее не стал покупать ну 30 долларов я считаю это нормально поставить я не жадненький просто зайка ну честно говорю даже вот пускай не неделю постоят но если я увижу классные такие как я хочу мы их поменяем нет но мы поменяем например на то что я хочу ну понимаете ну отдать за нее 60 долларов у меня в рука не поднялась опять тот же стул мы смотрели на сайте мы нашли за сколько за девятнадцать долларов когда мы его магазине он вот такой был это было похоже вот как маришка пыталась в каком-то влоге в распаковке рассказать когда заказываешь товар блин алиэкспресс диван а приходит диванчик который на долбожке лежит то есть вот это вот ну было так да поэтому когда мы увидели этот стульчик блин он реально вот вот он сашки был бы как раз сегодня а через год он ему уже маленький вот но стол я считаю в принципе хорошего качества хороший плотный пластик такой все крепления все хорошо сделано стул классно 40 долларов нормально пускай ну тумбочки если брать за полную цену это очень в общем там можно купить вот например вот посуда была недорогая у нас спрашивали где до хорошего качества вилки-ложки потом какие-то может быть светильники там торшеры я не знаю блин ну не знаю ну я вот вот я просто разочарован магазином ну блин он очень неудобный после этого такого что вот один расходили и скорее всего ближайший очень-очень-очень большое время нет был один плюс и возможно мы вернемся или онлайн или как потому что можно заплатиться на кредитку и первая покупка кредитка дает бонус 25 долларов тебе скидка поэтому в принципе возможно мы вернемся за какими-то мелочами нам надо детям вешалка на дверь да это вешалочка такая попка динозавра типа он торчит не надо возможно мы вернемся за вешалочка или зачем-то еще чтобы поиспользовать эту скидочку и я думаю икея останется в нашей памяти ну а вы были на канале Наша Жесть в Америке New Life is my life пишите ваше либо фе либо довольство икея либо недовольство пишите комментарии кто был в этом магазине кому как нравится вот прямо сейчас от вано пришел комментарий на видео сейчас скажу какое вано вам привет спасибо что вы нас смотрите на видео я не вижу на какое написано хорошее познавательное видео можешь спросить чтобы входить в самсклаб нужно иметь карту как в костка наверное это какая-то отпечатка в общем чтобы попасть либо в костка либо всем склад да вам надо иметь клубную карту и наверное без клубной карты вы не сможете купить мы не пробовали я что-то слышал что вроде бы люди покупают без карты но имея клубную карту вы будете иметь дополнительные всякие скидки в костка это очень хорошая скидка на бензин будет ну и в самом магазине чем больше вы покупаете потом приходит возврат на карточку всем складе тоже хороший возврат на карту идет в бизнес-центр да там прямо спрашивают некоторое время назад у нас тоже спрашивать и всем складе спрашивали да вот поэтому без карты я думаю там ничего не купишь поэтому как там говорили покупайте билеты этого там ну какого-то лото ну помнишь это кто не купит газ там вернее кто не купит лотерейный билет там вот ничего вот такой маленький икейный блок всем пока пока и хорошего настроения бай бай давай давай ну нет сосы вот это вот вот и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok